Добрый вечер! Все в порядке, буран, ну, в принципе, Астана, я часто бываю в Астане, так что и к бурану привык, я люблю любую погоду, у меня такой принцип, у природы нет плохой погоды, потому что, ну, снег, буран, это тоже своего рода, ну, как бы, свои плюсы в этом есть, я наслаждаюсь этой погодой. Скорее всего, в шахтерскую столицу прибыли с какой-то рабочей поездкой, да, деловой, скажем, основная цель визита? Ну, непосредственно, конечно же, встретиться с народом Карагандистской области и вступить на Карагандистскую землю, как, как бы, в лице двухкратного олимпийского чемпиона и того человека, который, как бы, ведет народ Казахстана как здоровый образ жизни и пропагандирует спорт и здоровье в целом в Казахстане, народную нацию. Ну, в этом плане, то есть, и чтобы дети посмотрели, с людьми встретиться, показать себя, вопросы, очень много людей хотели наверняка со мной познакомиться и встретиться. Вот, первое, конечно, это, ну, и еще непосредственно мы будем разговаривать с Акимом по поводу спортивной школы, центра спортивной тяжелой атлетики, спортивного центра, именно в Караганде. Так как Караганда очень славится многими спортсменами, не только вот, ну, сейчас Серик Сапиев, конечно же, наш дорогой Серик Сапиев, не могу пропустить, мой дорогой друг, я очень сильно его уважаю, ценю и люблю. Ну, и при Советском Союзе школа тяжелой атлетики была на высочайшем уровне, то есть, и были олимпийские чемпионы Юрий Зайцев, в 76-м году олимпийские игры чемпионы, и 80-е московская Виктор Мазин. То есть, здесь колоссальная история тяжелой атлетики, которую просто необходимо дальше развивать и идти вперед, не говоря уже о сейчас, которые сейчас спортсмены прославляют наш Казахстан, то есть, на казахстанском уровне и на мировом. То есть, мы просто не видим, затмевая моими золотыми медалями в Лондоне, Зулины, Маймины, но есть здесь плеяда, которым нужны залы молодым детям, детям, спортсменам. Ну, и вот за этим. Когда планируете открыть центр тяжелой атлетики в Караганде? Планируем, как все закрутится, это будет зависеть от руководства Караганды, это не будет зависеть от меня. То есть, моя идея с руководством Федерации тяжелой атлетики Караганды принести, подать идею. А как руководство Караганды уже отнесется к этому, и с каким, как быстро это будет, я уже не знаю. Ну, желательно, и я уверен, просто в этом году будет уже, наверное, открыт. Сейчас в стране очень модно называть центры бокса именем олимпийских чемпионов, да? К примеру, в Караганде есть центр бокса имена Серия Казапеева. Центр тяжелой атлетики будет носить ваше имя? Идея такая, центр тяжелой атлетики, именно школа Ильи Ильина сейчас будет уже строиться, уже будет строиться через пару месяцев в Казарде. А здесь мы, ну, идея такая, назвать именем первого президента Республики Казахстана, то есть Назарбаева, то есть вот так. Но, не знаю, посмотрим, как будет, потому что мы будем в любом случае это все согласовывать, и как будет правильно, это будет уже видно. Ну, моя идея, допустим, именем олимпийского чемпиона Виктора Мазина, почему бы и нет, потому что олимпийский чемпион 80-го, то есть может быть вот так как-то обыграть. Потому что, ну, не знаю, первый президент, это, конечно, великолепная идея, но и можно в других направлениях подумать. Давайте, Илья, перейдем от вашей общественной жизни, более личной, да? 2012 год стал для вас не только успешным в спортивной карьере, но и в личной жизни. Вы узаконили свои отношения с супругой, да, Натальей. Расскажите сейчас, сложно ли быть звездным мужем? Ну, на самом деле, как сказать, сложно. Ну, сложности нету таких сильных, потому что мы уже давно вместе в отношениях, уже 8 лет, считай, у нас уже и ребенок. Как бы мы уже жили, фактически мы просто узаконили, действительно, свое отношение, а так у нас... Но свадьбу вы долго скрывали, что она будет, знали все, но долго скрывали место проведения банкета, скажем так. Потому что эта свадьба буквально за 10 дней, как бы, или... Ну, состоялась. Да, за две недели, что ли, за две с половиной недели, потому что мы сами не знали толком ничего. И быстро-быстро я попросил руку и сердце своей супруге суженой. И... Она недолго думая... Конечно, недолго думая, она наконец-то сказала, ты созрел, мой дорогой. Ну, это, конечно. Вот. И мы, честно говоря, не хотели сильно сделать... Афишировать? Да, афишировать. Но потом, как ни крути, все равно людям надо уже было, охота было узнать. И было правильно все равно осветить на свадьбу, показать, что наконец-то, ну, то есть, ну, все в порядке. И я цель одну выполнил сейчас, я вторую цель выполнил. То есть, я иду и расту. Наша супруга защищает ворота другой страны. Да. Не об этом не знаю. Все хорошо. Хорошо. Илья, вы пели, вы были героем рекламных роликов. Сейчас вы герой компьютерной игры. Серьезно? Да. Студенты Турецкого университета, что у нас в Казахстане, придумали компьютерную игру, и главным героем этой игры являетесь вы. Как вы думаете, какой будет Илья Ильин в сети? Ну, не знаю. В компьютерной игре. Такой же, как в жизни, или же... Ну, наверное, я-то в... Я думаю, наверное, такой, как все-таки на Помосте. Это тот будет Илья Ильин. Тот, который уверенный в себе, ну, как бы серьезно, у него глаза горят, он только вперед и знает все наверняка и наперед. То есть, вот такой, наверное, будет тот, который берет, поднимается с легкостью, у него все получается. А так-то жанр, я не знаю, какой, что за игра вообще будет. Я первый раз в жизни с ним. Понятно. Ну, я думаю, что в будущем студенты этого университета обязательно вам расскажут и поделятся с вами. В своей страничке в Фейсбуке вы написали, что вы, наконец-то, получили сертификат Книги Рекордов Гиннеса. А как часто вы пользуетесь социальными сетями? Как часто сидите за компьютером? За компьютером я сижу редко, но сейчас телефоны, гаджеты пошли, допустим, очень такие национные, и там все есть. Социальная сеть и вообще интернет, он как бы уже присутствует вместе в одной параллели с моей жизнью. То есть, я в любое свободное время захожу в Фейсбук и смотрю новости, что захочу, ну что хочу, там, какую-то информацию о себе туда отправляю. Ну, в общем, это мой образ жизни уже там. То есть, он влился. А где вас можно найти? В Фейсбуке, в Твиттере? В Твиттере, только в Ду. В Ду, да. Пока я смотрю ВКонтакте, еще думаю, может, туда зарегистрироваться, потому что людей там много. Но фейков очень много. Кто из известных людей у вас в друзьях? Вот в Твиттере. В Твиттере? Ну, не знаю, очень много, как бы, друзей, очень много у меня, как бы, людей читают, знаменитых. Ну, кого я? Очень многие. Из российских звезд, казахстанские ребята, звезды. То есть, я не буду там перечислять, но очень много. Интернет – это фактически очень хорошее средство общения и средство, допустим, в нашей жизни физической, на физическом уровне ты за один день с многими не пообщаешься, как, допустим, если ты будешь, выйдешь в сеть, и, допустим, ты уже видишь тех людей, которые далеко от тебя, уже новые друзья, новые знакомства. По всей планете Земля общаешься. То есть, это очень хорошо. И много друзей, очень много. Перед Олимпиадой, перед поездкой в Лондон, вы обещали главе государства получить золотую медаль и стать двукратным олимпийским чемпионом. Что ждет нас на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро? Мы можем надеяться, что Илья Айлин получит еще одну золотую медаль? Я скажу так. За все свои разы я пока ни разу, что говорил, я все делал. И то есть, я ни разу не проигрывал. То есть, мои слова, они пустые. Я думаю, в Рио нас ждет очередная победа и третья Олимпическая золотая медаль с хорошими мировыми олимпийскими рекордами. Я уверен, и я иду к этому. И с, конечно же, поддержкой Всевышнего, главы государства, народа Казахстана. В целом, ну это, просто одна победа она делается, не только мной. Но у меня должна быть здравая, сильная уверенность, переходящая немножко, ну грань определенная должна быть. Но не самая уверенность. То есть, я должен трезво мыслить и знать, что победа будет за мной. Тогда только я смогу. Если я не буду знать, лучше мне идти, тогда я проиграю. И вот у меня есть эта уверенность. Но я уверен просто, что государство, президент, народ и все-все люди, они просто поддерживают меня. И победа будет опять очередная наша, казахстанская, еще ярче, чем даже в Лондоне. Но путь очень термистый, очень сильный, серьезный. Но это мое сейчас любимое выражение, это мне сказал Шимон Калецкий, когда я готовился только на Лондон, когда приехал к нему в Польшу. Это мой очень хороший друг, рекордсмен мира, это поляк. Он сейчас не занимается, он президент Федерации. Вот как раз я ему посвящал свой мировой рекорд 233. И вот он говорил, а кто говорил, что будет легко. Я знаю, что ради третьего золота олимпийского вы отказались от медового месяца, да? Ну, можно сказать, даже так, да. Потому что мы никак не можем уехать, мы не можем поехать с женой отдохнуть вместе. То есть путевка горит, она есть, и она уехала на работу, и я работаю. Не сказать, что прям пока не выходит. После приезда в Алматы, после Лондона, вы на пресс-конференции в Алматы сказали, что вы дальше будете учиться. Получите степень доктора. Это правда? Да, я сейчас работаю над этим, поступил на PHD, учусь, буду создавать новую концепцию, новую систему подготовки именно элитных штангистов на чемпионат мира, олимпийский, именно под себя. То есть то, что я делаю, эта система будет научна, на научный язык переведена в научную работу, короче. Илья, еще один вопрос. Мы задаем практически всем гостям нашей студии. 2012 год разменовался не только олимпийскими наградами, олимпийскими играми, да? Но и много говорили о конце света. Вы верите в конец света? То есть как вы провели 21 декабря 2012? В страхе, может быть? Нет, я провел 21 декабря. Замечательной кампанией в кругу главы государства было открытие Rixos отеля в Боровом. И вот как раз меня пригласили туда. И я присутствовал 21 декабря со всем управлением Казахстана, верхним управлением Казахстана. И неплохо, как бы все было цивильно, классно и мне понравилось. То есть конец света я обстоялся. Вы не думали, да, о конце света? Нет, на самом деле просто я знаю, что если он даже будет, он будет не такой. И еще не скоро. В общем, пока есть Илья Ильин, мне нечего бояться, да? Планета Земля должна развиваться и идти вперед. И человечество должно только развиваться. Оно должно оставлять... Мы должны идти вперед, вверх. То есть конца света не будет, так голого, по крайней мере. Если мы сами себя угробим, только тогда... А так нет, наша планета и Всевышний нас создал не для того, чтобы угробить. Илья, ну и пожелания к аргандинцам, нашим телезрителям? Желания. В 2013 году самое главное, что... Опять же, я всегда в этом году желаю только мира. Мира в домах. Чтобы мир был в домах. Мир на нашей планете был. Если будет мир, то все будет хорошо. Дружба, мир, здоровье, благополучие. Остальное мы люди, мы все сами сделаем. Мы приспособимся к любым условиям. К мирным мирным. Илья, огромное спасибо за ваш приезд в Караганду, за приезд в нашу студию. Мы очень благодарны. Желаем вам творческих успехов, новых побед. И надеемся, что в 2016... Уже в каком году Олимпиады будет? В 2016-м, чтобы вы привезли еще одну золотую медаль. Все. Огромное спасибо. Дорогие друзья, это была программа «Багыц» с Анваром Шаликеновым. А у нас в гостях был двукратный олимпийский чемпион Илья Айлин. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!